Терпение Азербайджана не безгранична, о демаркации границ и попытках Армении тянуть время недавно вновь обострилась ситуация на Азербайджана-армянской границе в направлении Кельбаджарского района. Так, в результате совершенной вооруженными силами Армении провокации в полдень 11 января погиб азербайджанский военнослужащий сверхсрочной военной службы рядовой Назаров Аяс Азараглу. Военно-политическое руководство Армении, совершившее очередную кровавую провокацию вместо принятия шагов по нормализации отношений между двумя странами, несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе. Периодическое обострение ситуации на границе говорит о том, что необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос демаркации границ между Азербайджаном и Арменией. Как сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 12 января, Азербайджан по существу представил Армении мирную повестку и выдвинул очень ясные предложения, связанные с делимитацией, и если она произойдет, с последующей демаркацией. Глава государства подчеркнул, что армянская сторона должна сделать выбор, правильный выбор. Я говорил о том, что не факт, что наше доброжелательное обращение будет вечным, и не факт, что эти предложения навсегда останутся на столе переговоров. Если они не хотят признавать нашу территориальную целостность, то тогда и мы не признаем их территориальную целостность. У нас, возможно, в сто раз больше оснований для непризнания территориальной целостности Армении, чем у них для непризнания нашей территориальной целостности, потому что всем уже хорошо известно, известной мировой общественности, что в ноябре 1920 года наша историческая земля, Зангизур, была отделена от нас и присоединена к Армении. Так же как и Геича, 29 мая 1918 года Армении был передан город Ириван. То есть у нас, как говорится, много факторов для того, чтобы не признать территориальную целостность Армении. Но несмотря на это, мы готовы к этому во имя будущего мира, налаживание связей между странами. Но я не могу гарантировать, что так будет и спустя шесть месяцев. Не хотят, хорошо, тогда пусть не будет, посмотрим, что будет в таком случае, заявил президент Ильхам Алиев. Как сказал Трент глава Центра стратегического анализа Института инновационного развития РФ, известный российский политолог Андрей Иванов, все понимают, что ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном остается напряженной. И к сожалению, видимо, такой будет оставаться еще достаточно продолжительное время. Будут различные провокации, они неизбежны, потому что это всегда предмет политического торга. Любая провокация расследуется очень тяжело, каждая сторона может заявить о том, что право она, и заболтать любые переговоры. К примеру, если намечаются какие-то крупные соглашения и происходит провокация, тогда все внимание уже обращается к ней, или по крайней мере, делается попытка обратить все внимание на такую провокацию, сказал Иванов. Российский политолог считает, что, безусловно, необходима скорейшая демаркация границ между Азербайджаном и Арменией, поскольку все правовые механизмы для этого есть. Соглашение, которое было достигнуто в 2020 году между Баку, Ереваном и Москвой, признают все. Ни одна из сторон не будет ставить под сомнение законность этого решения, оно вступило в силу. И дальше встает вопрос о том, чтобы его поскорее выполнить, и чем дальше будет затягиваться именно выполнение этого решения, тем больше вероятность самых разнообразных провокаций, добавил он. Российский политолог, заместитель директора Российского института политических исследований Дарья Гривцова отметила, что такие обострения на границе между Азербайджаном и Арменией предсказывали многие эксперты. И это не случайно, действительно, это во многом зависит от вопроса демаркации и делимитации границ. Возможно, премьер-министр Армении Никол Пашинян и хочет решить этот вопрос, но внутренние силы, другие политики, оказывающие влияние на него, не дают ему это сделать. Поэтому вопрос и затягивается. Возможно, он боится каких-то радикальных групп, реваншистских настроений. С другой стороны, Пашинян может просто не знать, с чего начать, какие подходы использовать, никак не выработает свое видение ситуации, с чего начать хотелось бы именно Армении в вопросах демаркации и делимитации границ. Пока не разработаны такие дорожные карты в этом вопросе, Армения и затягивает этот процесс, отметила она. Гривцова добавила, что недавно состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Я полагаю, что Владимир Путин еще раз напомнил Пашиняну, что необходимо вновь вернуться к вопросам демаркации и делимитации границ, чтобы такие инциденты больше не повторялись. И пока этот вопрос не будет решен, подобные инциденты, и к сожалению будут возобновляться, заключила она. Азербайджанская сторона изложила свою позицию и готова начать процесс создания рабочей группы под элимитацией и демаркацией границы с Арменией. Армения же должна отказаться от своей деструктивной позиции. В противном случае она окажется в еще более худшем положении.